Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем проходить игру Офис Квест. Ну что ж, поехали. Так, глава 4, естественно, загрузочка идет. Так, и мы с вами остановились... Ага. Вот здесь. В пустыне что ли, в какой-то? Ну, поехали. Опа, опа, опана, смотри, ребят. Помните вот этот огонечек? Мы, в принципе, из-за него покинули свою работу. Пошли, грубо говоря, в это путешествие. И теперь, смотрите-ка, он стоит возле якобы воздушного шара. А я могу? Погоди-ка. Подожди. Ага, вот так вот. Куда ты полетел? Опачки, ребят, смотрите. Он у нас стал огоньком. Ну что, толстячок, полетели, наверное? Замечательно. И? Ага, вот так вот. Так, прибавили и полетели. Слушайте, я вот всегда... Что это там у тебя вывалилось? Всегда вот думал, да, смотрите. Он сбросил груз. А как же он потом будет приземляться-то назад? Груза-то нет. Что это за фигня у тебя болтыхается-то? Лесенка якобы такая. Вот, по идее... Ну ладно, ты, например, выключаешь огонь, да? У тебя шар потихоньку сдувается. Ну ты же можешь полететь. И можешь даже разбиться, в принципе, вот на своей штуке, в которой ты сидишь. Так, ладно, что-то нас не туда потянуло. Куда я... Что я должен делать? Ага. Опа. Усы выкинул. Я даже, честно говоря, уже не помню, откуда он их взял-то. Так. Опс. Он еще побольше прибавил. Куда это ты? Слушайте, а вот этот шарик воздушный мне напоминает. Какой-то то ли костюм был, да? Вау. Смотри, ребят, поле. Поле вот этих вот цветочков. Ну, ты будешь выходить? Не понял юмора. А че он? Ага, во. Ну. Мы куда-то с вами отправились. Так, что... А, мы можем дальше идти. Слушайте, а че... Вот, собирай цветы. Че ты? Куда идешь-то? Вау. Поле. Смотри, смотри на него. Так, и что? Что ты там высматриваешь? Так, дальше мы пройти уже не можем. Ах, вот оно что. Ну. Забрал? Пойдем. Что тебе опять надо? Что тебе опять надо? Еще что ли надо цветочек? Так, ладно, ребята. Забрал он еще один цветок. Ага. Для кого ж ты собираешь-то букетик? Родной ты мой. Так, подожди. А какой еще можем? Вот этот что ли? Все? Видимо, да, ребят. Смотрите, че-то... Идея у него какая-то появилась. И? Родной, ты че? Че, игра что ли зависла? Что тебе надо? Ага. Блин, понятно. Он пошел обратно. Ну, его посетило обалденно... Опа. Че это мы вернулись-то в офис? Один цветочек он взял себе. Опа, на. Куреша вон и здесь. Цыплак. Здорово, как дела? Сюда все пачком. Он уже у нас музыкант. Так, и... Пам-пам-пам. Ну? Погоди-ка, ребят. Это че, конец игры? Слушайте, ну если бы я знал, что он так быстро здесь будет, я бы не разделял бы серию, которая была у меня до этого. Ёлки-палки. Ну, я вам могу сказать одно, ребята, что вот эта серия заключительная по этой игре и больше уже не будет. То есть, мы прошли всю игру полностью. Дополнений никаких у нас не предвидится. Ну, что я вам могу сказать про нее? Мне игра понравилась. Да, милая. Иногда можно было мозг себе сломать. Особенно вот в последних задачках. Это просто жесть была какая-то. Со звездой там или еще с чем-нибудь. Но, тем не менее, я рад, что я ее прошел. Теперь можно ее удалить. Так. Я так понимаю, мы встречаемся со всеми своими героями, которых встречали по пути и всем раздали те самые цветы. Ха-ха-ха. Ну, да. Слушайте, игра такая вроде простенькая, да? А работало над ней немало народу. Судя по титрам. А может быть, в конце что-нибудь будет? А нет, смотрите-ка. Йо-ху! Вечеринка закончилась. Ну. Спасибо тебе, игрок. Будет написано? Нет, ребята, просто написали The End. То есть, конец. Так. И все? Мне надо нажимать, что ли? Ну, да, ребята. Меня, конечно, немножко расстроило то, что я разделил. Я думал, что здесь будет еще довольно много прохождения. Но, как видите, нет. Я даже не знаю. Может быть, мне прицепить еще какую-нибудь игру к этой? В общем, не знаю. В любом случае, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игра эта понравилась от начала и до конца. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Мы продолжаем играть в игру Warriors Rise to Glory. Так. Ну, что же. Мы с вами, как говорится, не закончили поединки. Поэтому поехали сразу же в бой. И у нас здесь Райс. Кошачий сын. Кошачий сын. Слушайте, ну, смотрите, он силен, силен и немножко ловкий. И атаки у него больше. Ах, ты посмотри, у него шестой уровень. О-оу. Ладно, поехали. Будет обидно, если мы, конечно, проиграем с вами сразу, но я постараюсь накумарить его. Так. Ага, вижу контролер. Мессия определенно знает толк в играх. Давайте кратенько расскажу, как им пользуются. Слушай, давай мы не будем этого. Хорошо? Мне сейчас не до этого. Так, смотрите, ребята, мы с ним, кстати, одинаково практически выглядим. Вот у меня здесь ожог. И смотрите, и здесь вот тоже ожог. Так, ладно, хватит слов. Пора его наказывать. У него, кстати, оу, у него щит будет покруче. Так, у него топор, как у меня, нет? Да, как у меня, ребята. Ботиночки проигрывают. Наручи у него хорошие. Шлем и броня фигня. Ладно, будем пытаться, пытаться его наказывать, ребят. Ох, хорошо-то как. Надеюсь, ты застраховал свои помидоры. Надеюсь. Ой, замечательно, ребята. Он уже почти без брони. Почти. Ой, это было плохо. Так, секунду. Мне, наверное, надо... Да, ребята, надо поспать. Ох ты. Вот это... Вот это было подло. Губит людей не пиво. Это точно. Слушай, а почему я так часто промахиваюсь, ребята? Так, у него 38 здоровья осталось. Кимарнем. Он тоже кимарнул. Хорошо. Ну-ка. Е-е-е. Слушайте, ребят, по-моему, ему кранты. По-моему, да. Есть. Слушайте, мы живем. Так, сколько? 150 возьмем, да? Если что. 150, не меньше. Ах. Смотрите, ребят, что-то они в последнее время даже денег не дают. Неужели такие жадные? Ах, как хочет. Мне лучше. Так, я свои, грубо говоря, 500 получил монет. И уровень есть. Вот это уже другой разговор. Так, поехали. Шестой левел у меня. Так, персонаж. И давайте немножко с вами будем... Секунду. А для того, чтобы взять нам следующий предмет, а он будет у нас топором, да, я так понимаю, ребят. В лавочку зайдем и посмотрим. Что нам нужно для топора? Ага. Имперская рубака. Что нужно для того, чтобы тебя носить? 20 силы. 20 силы нужно, ребята. Хорошо, я это учту. Не знаю, ребят, что случилось. Игра вылетела, крышанулась. Короче, давайте заново. Так, значит, нам нужно 20 силы. Но это еще ерунда. Нам также понадобится 4000 серебра. А это не так уж и мало, ребята, я вам скажу. Так, давай-ка мы с вами навыки посмотрим. Какие бы нам с вами развить? Урон от броска увеличится за каждый шаг. Отделяющий тебя от цели. Не хочу. Каждый бросок может привлечь за собой кровотечение, от которого враг будет страдать 3 хода. И получать урон за каждый шаг, который он делает. Бросок кобры. Давайте-ка, наверное, мы лучше вот это изучим. Подрезать крылья. Ну что? В лавочках у нас все нормально, да? Топор можем с вами уже, как говорится, носить по силе. Но нам нужно 4130 серебра. Поэтому наша цель сейчас накопить на это все, ребят. Поехали. Поехали, тогда будем с вами продолжать драться. И, оу! Погоди, погоди, ребята. А у нас турнир. Слушайте, на турнир я пока не пойду. Поехали на выживание. Так, стоимость участия. Нифига себе штуку, что ли. Да вы что? Ладно. Попробуем Сила, ловкость. Ну это понятно, это ерунда. Вначале нам дают здесь, ребята, слабеньких врагов, но они постепенно усиливаются, усиливаются. И здесь, как вы помните, у нас не восстанавливается ни броня, ни оружие, ничего. То есть, если у нас выбили броню, то все. Так у нас и будет до конца. Поэтому будем зарабатывать, ребята, аккуратно с вами деньги. Так, отлично. Двигаемся дальше. Третий раунд. В прошлый раз до какого мы дошли? До восьмого, по-моему, да? Надеюсь, успеем переплюнуть. Кручат меня только яйца. Кручат тебя только я, придурок. Нокаутировал его. Так, четвертый раунд. Вот, ребята, уже пошли чувачки в броне. В данный момент в деревянной. Так, ну-ка. Опс. Вот это было плохо. Ага, конечно. На! Ох ты, сопляк. Кожаный мешок. Ха-ха-ха-ха. Назовешь же себе, да, ребят? Кожаный мешок. Так, ладно. Опа-опа. Ты смо... Ты видел? Припух совсем, братишка. Назвался тоже Три яйца. Ну, чё не четыре, ё-моё. Поехали. Тут уже, я смотрю, железные. Уже железные виды оружия. Так, он собирается из... из рогатки, да? Понятно. Вот гадёныш. Ну, ты сейчас у меня допрыгаешься, а? Сопляк. Твою ж за ногу. Что опять сыгрось? Что за лаги, ребят? Странно. Что-то происходит с ней. Зашибись просто. Смотрите. Завислый. Причём зависла, только картинка, я так понимаю. Ха-ха. Зашибись, да? Да, ребята, вот такая вот фигня. Деньги-то я профукал, новых у меня нету. И ничего сделать с этим не могу. То есть, мне придётся идти на турнир. Ох, ого. Нифига. Это кто такой? Дэд Нит. Король Севера. О, ребятушки. Тигель. Так, против нас Фрай. Божественный. Ну, давайте посмотрим. Насколько он божественный. Да, ребята, игра мне, конечно, сегодня подосрала. Очень при... Очень сильно. Ёп, красота. Ага, хорошо. Ну, попробуем так. Блин, да шо ж такое-то? Так, придётся кемарить. Ага. Да ладно. Чё за ерунда-то? Я не пойму. Я уже вообще без брони. Я промахиваюсь, а он почему-то нет. О, отлично. Так, ребята. Блин. Мне надо кемарить. Так, ну, давай попробуем. Есть. Ну-ка, ещё разок. Блин. А он попадает. Чё за фигня-то? Я не могу понять. Почему я не могу по нему попасть? Чё за ересь? Эй. Так. Всё, мы проиграли. Твой воин убит. Рэй, капитан России, я погиб. Но благодаря хорошей финансовой жилке, он сумел отложить внушительную сумму денег тебе, своему сыну, в наследство. Увы, юристы в Инди Киндомс кровожадней дикого льва. А анализы азиата душ от простых граждан и малый бизнес. Рэй, капитан России, был великим воином, что не знал пощады. Многих убил он и собрал души их, чтобы передать их тебе и наделить тебе мертвецкой силой. Суть в том, что каждое очко души передаётся тебе в виде дополнительного очка навыков и параметров. Смотрите, ребята, он мне передал 3000 голды и римские сандалии. Спасибо. Спасибо тебе, папа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин